Саламу алейкум дустар, с вами Альтер, вы находитесь на канале Чеггер Аута, это реакция на сериал САКЕ. Как серия там называется? Главное ты подпиши, остальное не важно. Какая замечательная фраза. Пустой бланк. Подпиши, а там что-нибудь допишем. Что там? Главного Аки мы сегодня увидим, нет? Ты Лиза тут знает, где он с этим с вами в Ахашке встречается. Кто заработал? Деньги. Какая у вас фамилия? Хажбеков. Хажбекова. Хажбеков. Прям мощный идея ламит. Вот хорошо. А компози. В каком он доме будет жить? Третьим микроемом 15 дом. Ой, спасибо вам большое. Лет 5 эти ямы никто уже не ремонтировал. Сколько в Акимат не обращались, никто палец им о палец не ударил. Ой, женщина, то, что до меня было, мне не важно для меня. Честно, это такой Аким был. Он, не хочу наговаривать, но он не любил этот район. Я другой. Это мой район. Каждый житель, это мое дитя, понимаете? Так что за это не переживайте. Вам здесь все сделать, все будет круто. Вон, смотрите, газон делаем, поливную систему наладили. Вообще все будет супер, не переживайте. 24 часа работы. Все, давайте. Ой, спасибо вам большое. Пусть у вас все будет хорошо. Обязательно всем все расскажу и передам. Все. Всего доброго. Мне хорошо будет. Говорите всем. Район Аким классный. До свидания. Обязательно. Всего доброго. Бабушек, дедушек, все. Понятно? Все, бабушки есть. Уже обработали. Обрабатывать не надо, придурок. Отрабатывать надо. Другое слово это. Ты понял? Да, ну потом, а вы же это. Боже, приходите. И так там жалоб хватает. Я же не говорю всем. Ну, что ты, Ледок? Не усугубляй, ну, е-мое. Я говорю, вот, которые возле Акима живут, они же придут. Они и слух сарафанную радио будут делать. Понимаешь? Часть какую-то. Ну, это же элементарно. Конечно, элементарно. Смотрите еще. Вот здесь надо, вот здесь все надо чуть-чуть прибрать, что ли. Здесь заборчики надо поставить. Может быть там что-то. Короче, денег нет, я понимаю. Ну, давайте бизнесменов местных напрягем, а что? Шеф, а что жалоб? Ты в жалоб? Я жалоб, ты в жалоб. Вот так и скажи им, понял? Нифига себе. Я им так гайки скручу, скажу. Ну, все, это шеф. Сколько просить? Ну, не знаю, корень, по ситуации. Не, я имею в виду, сколько процентов сверпы там добавим. О, долбаный ким, вы, короче, забудь все. Сам отработать надо, хорошо? Все, все, да, отработать. Не надо, заткнись, все, я тебя понял. Все, положим. Э, кстати, еб твою, за ногу. Семь басан стим, а? Эй, сын, она, а к ним подъезд не степсадан, эй. Эй, я просто сказал, лестницу покрась. Сын, эль, газун постелил ты. Ты кто вообще? Ты тупой, что ли? Ну, шеф, я же от души. Я от души имборвую, от души. Еще я тебе люстра повесил, как в ресторане. Как ду? Эй, вертина, а к мою этоду, вот сендер, до такой степени, кутки, кроме сендершей. Гасси. Эй, проще сделать, просто стены покрась, красиво сделай. Лестницы обычными сделай, и все. Все убрать нахрен, все сделай, понятно? Все, все, шеф, сделаем. Все, с бабушками, со всеми. Что самое главное отработать, ясно? все-все-все принято все давай валите нахна отсюда и ты имей ввиду завтра если аким увидит это все он меня похвалит если меня похвалит нафига тебя похвалит да ауми к мау это тебе бота и мес я тебя конкретно говорю шеф ваше каждое слово для меня бота вот она за который за мостом ну вот сейчас пойдемте по словам а в общем каждый вакантный местога опять человек полк сусун азамат ерланович у меня там кремный бардак творится прям куб адам гель ну это ж хорошо орла шарманова зато будет выбор давайте сделаем так вы сейчас подготовите всех собеседование будем проводить здесь здесь на у меня бонку с ман весь мир перес я кое-какие дела решу и дам вам знать о а а а это нормально как у тебя дела что-то звоню трубку не берешь чувство кипиш у вас творится да нет никакого кипиша просто кадры меня чё ты переживаешь я не переживаю это шеф переживает перед тем как пересынов поделать ты шефом согласовывай а то еще подумай что ты советом заодно деда давай я перед шефом буду отчитываться они перед тобой да ладно самое главное байхав жертв чтоб совет ничего не понял ахуире ты если что я с шефом дольше тебя работаю и знаю что делать и тебе кстати советую поработать а не интриги заводить и давай кончай названивать а я ж тебе говорил да ладно это связь не прослушивается ой прям не прослушивается ты же знаешь у нас нет сети которые не прослушиваются если они захотят они любого прослушиваются даже телефона не надо короче делаем так вечером в кафешке встретимся там переговорим окей адрес позже скину о неужели азамат ерландши сам приглашает меня в кафе ой энда бар бдайн долайн кишкене демалы обшашим дед зептеген серв басм дата маши давай 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 а готовы да заводить а слава богу алейхмассер а добрый день день добрый здравствуйте а здравствуйте здравствуйте вы у нас кто ансар ансар до этого где-нибудь работали или у нас с резерву да я с резерва как увидел на сайте госслужбы что у вас есть вакантные места и сразу написал вам ну изначально я выполнял должность протокольщика потом успока перевели потом штат сократили и вот работали боганда вроде вам должны были позвонить кому мне кто должен был позвонить но не знаю кому-то из вас я тарики вот лично мне никто не звонил даже если позвонят вообще пофиг я вас уверяю ничего не поменяется свободен как свободен вот так вот пока вы не подходите по должности если что мы рассмотрим вашу кандидатуру на другую должность ладно хорошо а можно мы резюме цирку поставить ладно как нет пёс ты смотри-ка а какой шустрый пацан а самат ирланович может быть отдохнуть и покушаете обиды же как-никак нет все нормально давайте продолжать ну все равно надо же кушать во время обеда надо нормально кушать я сыт давайте давайте зовите как обед в риме а мне кажется или вы сами проголодались честно говоря да инсула я 5-20 что вы вокруг да около ходите то неудобно ну что тут неудобного я же не извер какой то давайте сделаем так сейчас идете обедаете после обеда продолжим хорошо а кстати орла шармановна вот тот парень которого пропихнуть не хотели я узнавал он оказывается ваш племянник короче первый и последний раз если еще раз повторится вы со своим племянником будете себе искать другую работу ой не надо мне проблемы вообще не нужен все спасибо все 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 керекинга проблема не нужен да Азамат Ирландович тут к вам тетя ваша пришла какая еще тетя не знаю ну говорит ваш тетя майра зовут она тут майра тетя ладно скажи пусть подождет а только ее тут не хватало что за день ну ты понял да все полностью обработать не то что там тараканы что-то микробов у меня не было понятно да понял все давай убежать давай 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 Ира сюда слушай там сейчас Азамат отработает все новых поставит нового ЖКХ здесь будет понял скажешь ему он там сам знает лампочки поменять там ну короче он все знает самое главное лифтеры приведи лифтеров что все лифты проверят не дай бог Аким застрянет потом ты на всю жизнь застрянешь понял да 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 нет шеф да у меня вопрос а вот здесь это за бюджет за месяц да деньги потратить нет нет вот из у себя выбишь понял вот то что ты до меня наворовал вот оттуда и эй давай не базарь мне пожалуйста понял все понял понял а ну говорим даурей что ли смеется да это даурей по-моему с девушками не получилось что на женщин перешел ну ка си как и шеф скажете тоже что лифтеры да вот как раз готовлю татьяшку которую буду а ну мой помощник вам все объяснил да Саят Саматович не переживайте от души все сделаю вот от души вот это от души от души вообще не надо ладно не утрируйте аккуратно человек тоже он фальш сразу увидит просто вот так 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 ну чтоб он поверил а завтра все в санаторий отправлю вас я не знаю что что хотите любую помочь хорошо ну что за Аким не Аким а золото же прям и район задержан ветеринар вам помогает вот все это с волнением вот это мне нравится вот да мы богу за вас будем молиться а вот это мне не нравится вот это не надо вот это зачем ну зачем это дай просто вам здоровья ну утрировать не надо вот это да ну да ну сейчас секунду алло да а все 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 вы выезжаю хорошо все мирасик сами отработаете да все 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 да давайте я на вас надеюсь вперед да вообще красавчик тю 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 ну зачем так утрировать а Аким оттой кодки клиенту ну от поэты вообще и кормить там мем сала ешкин код не кормить керепе бетняйтам сразу да мирас да ладно заткнись ты уже ты сам ты заткнись вообще ну ладно достань эй мирас ты чё делаешь ооо майра тате калайс 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 ой какой красавчик а еще в какой месте работаешь хорошо что у меня есть такой племян ой коймыш не мне коймыш барды барды в айтугерек смотри на себя какой красавчик какой статный хорошо что я тебя назвала азамата а а мне же говорили что у меня типа латашка назвала азаматом м свое мнение говорила да у меня все отлично у вас как все хорошо ой мэра тате извините так неудобно получилось мол чай кофе не 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 ничего не надо да да я хотела спросить почему она сеным бауном саган не похожа что вроде вместе росли один хлеб ели вот ты сидишь в акименте а он бездельник дома без работы сидит понятно ну что макс до сих пор без работы что ли да без работы никто на работу не берет не 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 персонал набираешь? Набираешь, да? Да. Можно, конечно. У него, кстати, высшее образование есть? Какое высшее образование? Да ничего страшного. Пусть он отучится, диплом получит. Брех жил для акимата практика дежуритрат. А потом тест сдаст на госслужбу. И, в принципе, я его могу взять на работу. Какой он? Майор, это тебе, какого он? По-другому просто никак. Ну, как я его возьму на работу, если у него просто аттестат, а диплома нет? Э? Ты что? Родной, ты чего не смогу? Ты не смогу? Я не смогу, я не смогу. Вы мне? Я? Вы, может, меня с кем-то путаете? Эх, когда твоя мама училась, у меня дома жила. Ой, мая, татья, во-первых, моя мама ваша родная сестра. И вы ей помогали. А при чем тут я? Э? Родной братишка на коем-то, где спи сюда? Эй, я цыз. Э, адам и мисик инсусин, а? Ага, вот мне надо, адам и мисик инсусин. Вы тоже интересны? Когда вам надо, вы приходите. А просто так нельзя, да? Вы же даже не знаете, что у меня двое детей. Вы даже не видели их в глазах. Просто, майор, это те, вы поймите, как он будет работать в Акимате, если у него нет образования, нет опыта. Все через это проходили. И я проходил. Эй, другие родственники помогают же. Вот из-за этого у нас в стране диспердел творится. У меня свои принципы и взгляды. Принципы нет, в Кургене барма. Ага. Инсильщина, айтан. Зря мама махтамасын. Я всегда говорила, экиститат хан, упрямый деп. Ты неблагодарный. Я тоже очень рад. Видите вас. Ты что, брат? Да. Азамат Ирланович, можно? Да, заходите. Там еще люди пришли. Что с ними делать, а? На завтра перенести? Нет. Нам нужно сегодня всех рассмотреть, чтобы до завтрашнего дня сформировать штат и начать работу. Все. Хорошо. И Харлгаш Армановна, я очень надеюсь, что за тех людей, которые там ждут, никто не звонил и не просил. Ой, войны, депутатус. Они все сами пришли. Ну, отлично. Тогда рассмотрим всех. Потом тех троих, которых я отметил, можете принимать в штат. и с завтрашнего дня пусть выходят на работу. О, хорошо. Все, заводите. Все, все, хорошо. Заходим, заходим. Тяжело здесь. Самую жесткую работу делает на замат. На замат. Неплохо. Это там машина, а? Что, нравится? Да. На свои кроны и заработанные купил. Позар нет. У тебя тоже все будет. Как раз сейчас одна тема выходит. Поехали. Что за тема? Один дом надо узаконить. Оттуда хорошая капуста в укаля. Правда, есть один момент. Дом стоит на склоне. Опасно? Ну, я думаю, все будет нормально. А он уже достроен? Да уже достроили. Все квартиры проданы. Подождите. В смысле? Как могли все квартиры продать, если еще дом не узаконен? Разрешения нет. Закет. Это что? Первый раз, что ли? Ну, ты даешь. Все ЖК так строится. Сначала квартиры продают, а потом уже часть их на узаконение пошли. Понятно. Хорошо. Я думаю, решим. Главное, что не опасно. Конечно, не опасно. Ты, главное, подпиши и все. А потом купишь такую же машину. Поздравляю. Ну, чтобы такое купить, надо, не знаю, 10 домов, наверное, законить. Да ладно. Все хорошо. Вы умеете уговаривать. Я не уговариваю. Я поручение даю. Все, подай вас кляну. Да ничего. Кстати, ты, говорят, это перестал петь какие-то делаешь? Ну, работаем, как бы, стараемся. Только есть такая маленькая проблема, по-моему, ну, так говорят, что Аким нам на район переезжать. Я слышал. Ну, правда ли это? Я думаю, он вряд ли там будет жить. Может, просто квартиру купит? Ну, я не знаю, будет жить, не будет жить, но раз купил, уже все, нам надо двигаться. Квытых сумерек, короче, аккуратным надо быть. А на тема не будет. А? Чуть не забыть. Вот, пожалуйста. Здесь все. Ну, хорошо. Останови. Или тебя подвезти. А, нет, нет, я сейчас, водитель мой приедет. Ладно. А потом и думаю, расклад я попозже там. Все. Понял, шеф. Хорошо. На связи. Ну, что, Аза? Сотрудники, Ржунстаншарганда. Никто не звонил? Пригинь вообще никто не звонил. Они сами работают, что ли? Да нет, конечно. Там за каждым дворником кто-то стоит. Медшафтный тема с носоволом, Всех на хрен уволит. Да ты что? Ну? У Азара нет, читайся. Аза, вот мне только интерес. У тебя другая задача. Друзчик, докладывать о работе совет. А не пересыновку делать. Вот так надо было. Ты знаешь, что они кроме того, как бабки рубить, нихрена не делали? Смысл их оставлять? Тебе какая разница? Ты что, сантьюкора, что ли? А ворот, нормально же, что они бабки рубили. На советах могли бы компромат собрать. Саят с такой мелочью не работает. Что ты переживаешь, у него замы остались. И на сае ты еще столько компроматов найдешь? Ладно. А, кстати, по поводу переезда, Акима. Я там всех на уши поставил. Слух пустил, кипиш набил. Где ты? Или до конца барейма? Черт, видишь, Дидар, я на этом фоне столько проблем решил, которые 10 лет никто не брался. Куда ты торопишься? Скажи мне, дай я все исправлю. Красавчик. Хорошо. Сука. А засмотри. У меня претензий нет. Мы тут делать свою работу, основную работу. И все. Так это и есть моя основная работа. Ты не забывай, что я не только с шефом работаю, но я и рука этого района. Я знаю. Знаешь ты. Дидар, ты же прекрасно знаешь, как реально у нас люди живут. А не то, что по каналам показывают. Хочется? Долгая тема. И по поводу переезда Акима. Это еще начало. У меня есть сто процентный ход. Что за ход? Да не скажут. Кейли здесь. Хорошо, хорошо. А за самое главное. Шеф, разрешите? Так, давай, если только быстро. Что у тебя там? Да, новости есть по Азамату. Какие? Я с Савитом разговаривал. Он пробил за Азамата. Вот информацию посмотрите. Блин, ну скажите уже. Да ладно. Ни хрена себе поворот. Ну все. Проверь, Нинфранцев. Сто процентный шеф. У Савита по-другому бывает. Да. А вот это уже интересно. Да факт. Неожиданно, конечно, но очень интересно. Да блин. Кто такой? С кем он связан? Что за шеф у него там? Да. Неплохая серия. Что-то вот мне подсказывало, что они наводят порядок вот на этом районе и так далее. Что это все обманка. собственно так и оказалось, конечно. Я просто я, по-моему, не говорил этого. Но что-то мне подсказывало, что так и произойдет. Вот. Тут, по сути, ничего такого. Ну, как бы Саят чисто работает с этими задубками. Говорит, раздают указания. капец, они уже какой-то это... А, ну это, наверное, продолжение того же дня, но концовки первой той предыдущей серии. Просто я думаю, что они тут два дня уже... Хотя уже тут работы какие-то, подъезды там сделали. ну, наверное, короче, приводят в порядок. В основном у нас тут что было? Вот тот двор, Саят там был, готовился ко всему. Кстати, ему кто-то позвонил, и он убежал. А, это этот был, Ильяс. Азамат всю такую правильную грязную работу, не грязную уж, ну, можно так сказать, муторную. По собеседованию людей все на себя взял. Вообще красавчик, хоть он и не должен вроде как этим заниматься, но ему, по-моему, Саят Амантович сказал, типа, пересмотреть. Он, по сути, делает то, что ему сказано. Все нормально. Вот, опять же, своих там кто-то пытался пропихнуть. Опа, ну-ка. Что у нас там на столе? Рамочка с кем это его жена, что ли, там? Фотки. Почему-то повторяются фотки. Странно. Ну, ладно. Пу-пу-пу. Обед, не обед. Тетя, конечно, боевая. И, блин, ну, как это знакомо? Это ведь реально, ну, такое есть. Вот, ты же родственник, протащишь, не протащишь. Все, везде так устраиваются. Если не родственник, то друг какой-то и так далее, и тому подобное. я просто вспоминал, как я устраивался на работу после одной жизни такой ситуации, когда мне казалось, что все, меня никуда не возьмут, но мне сказали, на предыдущем месте директор, звони тому и этот, просись к ним на работу, короче. Я позвонил там на следующее свое место работы троим, по-моему, начальником, и все меня ждали, типа, окей, давай, приходи. Хотя, если бы я был левый, то, ну, меня бы не взяли. Но тут другая ситуация, конечно. Мы как бы вместе там все работали, и они знали, что я, в принципе, ответственный работник. Вот. Так, подговорили даже бабушек этих. Все это забавно. А, ну, так, ладно. Мы же с тетей. Тетя боевая, конечно. Пришла, разговаривать из-за своего сына. И Азамат ей, в принципе, все правильно сказал. Ну, взрослая же ты женщина. Это же Акимат. как? Ну, наверное, нет все-таки. Наверное, она думала, что все-таки поможет. Ну, классно, классно. Мне понравилась сцена. Поп-поу. Так, и дальше они, в общем, начали принимать, да. Молодец. Не сломался, не изменил своего решения. Как есть, так есть, короче. Саят Саматович, вот и Ильяс в тачке, и ему уже говорят про этот дом, и этот дом на склоне, и уже надо просто подписать, и это уже указание, так скажем. То есть, ну, я очень хочу, чтобы он все-таки что-то заподозрил и, ну, не стал этого делать, потому что, ну, он на этом и попадется, мне кажется. Если не на этом, ну, чуть попозже, типа, я не знаю, как. Вот. И еще я хотел отметить в этой сцене то, что как только он получил бабки, типа, все, останови здесь или тебя подвезти, это было тоже очень забавно. Что за встречи у Азамата с этим типом? Что, ну, они в ресторане кушали. Ты вот сам делай свое дело, ты чего клезешь к Азамату? Я говорю, ну, вот этого тоже не понимаю. Ну, делает он то, что ему надо делать. Он дольше тебя уже работает. Чего вот ты свой нос туда суешь? Я вообще не понимаю. Вот не надо вот, а что шеф скажет и так далее. Да, камон. Возможно, конечно, это просто нам дают персонажи, которые какие-то ответы нам могут дать, показывают нам персонажа этого. Но такое чувство, как будто иди ты нафиг. И так все понятно. Он с кем-то связан, здесь двойную жизнь ведет, короче. Это все было понятно, в принципе. Ладно. Ну, может быть, да, какие-то моменты там все-таки мы узнаем. Вот. Ну и самое интересное, конечно, это концовка про Азамата. Очень интересная и непонятная. и узнается ли это в конце сезона фикснет. Как вам? Пишите в комментариях, ставьте лайк этому видео, подписывайтесь на канал, если не подписаны. Спасибо за внимание. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok